Количество несчастных случаев и происшествий в Хабаровском крае за время новогодних каникул сократилось в 8 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом заявили в Краевом МЧС. Однако без гибели людей все-таки не обошлось. В поселке Сукпай от удара током погиб 6-летний ребенок. Еще трое взрослых умерли в результате пожаров. О происшествиях на новогодних каникулах репортажа Ульяны Крамаренко. Самой жаркой буквально для сотрудников МЧС стала новогодняя ночь. Жилые дома горели в нескольких населенных пунктах. Пожар в частном доме в Комсомольске-на-Амуре закончился гибелью двух человек. Традиционно происходит больше всего пожаров именно в жилье. Можно рассказать о причине пиротехнических изделий. Но такие факты на территории края были зафиксированы. В том числе и уничтожение жилища при помощи пиротехники. Неправильно использование пиротехнических изделий. В Хабаровске из-за неисправной проводки жилья едва не лишились сразу 6 семей. Когда загорелся деревянный барак в индустриальном районе. Люди успели вовремя покинуть квартиры и до приезда пожарных пытались тушить огонь снегом. Муж и сосед, слава богу, вот хорошо, что соседи рядом. Выбежали, быстрее детей одевать и бегом все к нему. Потому что неизвестно, как дальше там. Было очень страшно, пожар сильно загорелся, вообще ужасно. Это барак, он сухой весь. В пригородном селе Федоровка пожар уничтожил частную ферму. По предварительным данным причиной стала печь, которая обогревала деревянное помещение с козами и овцами. Все 80 животных погибли. Спасали людей во время новогодних каникул не только из огня. Из Охотского моря сигнал бедствия подал экипаж грузового судна, которое зажало льдами в районе Шантарских островов. Корабль мог затонуть. Восемь членов экипажа удалось благополучно эвакуировать в Николаевск на Амуре. С происшествием на территории национального парка теперь разбирается транспортная прокуратура.